В Латвии скандал вокруг крупнейшего металлургического завода, который оказался на грани закрытия из-за действий украинских инвесторов. С их приходом начались массовые увольнения рабочих. Новые собственники с весьма сомнительной репутацией жалуются на нехватку средств и требуют льгот от государства. Одновременно кризис грозит рыбной промышленности страны. Юлия Ольховская о том, как политика властей отразилась на реальных секторах экономики. Поработала на производстве всего лишь один месяц. Неожиданное уведомление об увольнении в цехе Галины Вишневской получили еще 127 человек. Два года назад крупнейший в Латвии Лейпайский металлургический завод был объявлен неплатежеспособным. Производство остановлено. А в прошлом декабре завод выкупил новый инвестор – украинская компания. Объявив о скором запуске предприятия, новые владельцы приняли на работу около 500 человек. А уже через месяц рабочих без объяснения причин начали массово увольнять. Что случилось, для всех шок. Люди были просто обескуражены. Для небольшого города с населением всего 70 тысяч человек остановка крупнейшего предприятия обернулась всплеском безработицы. Мэр города поведение украинских инвесторов назвал большой наглостью и потребовал возобновить производство. Сейчас на заводе функционирует только вот этот прокатный цех. В четыре смены здесь работает 299 человек. Но, как говорят сами рабочие, никто из них не уверен в том, что завтра не будет уволя. Один из украинских совладельцев предприятия Валерий Криштель, возникшие проблемы, объясняет тем, что затраты оказались выше, чем рассчитывали. За прошедший с момента запуска завода месяц на рынке выросли цены на металлолом. Это привело к удорожанию производства. А еще предприниматель считает, что латвийское правительство должно ему помочь. Например, предоставить льготы на оплату электроэнергии. Мы считали, и покупая завод, и сейчас считаем, что это наше совместное приобретение. То есть мы работаем, и правительство нам помогает. И, скажем так, я уверен на 100%, что совместно мы бы из этой ситуации вышли в любом случае. В правительстве, в свою очередь, заявляют, что украинцам вообще-то никто не обещал особого подхода и преференции. А увольнение рабочих в Министерстве экономики уже назвали откровенным шантажом за стороны украинских бизнесменов. Не принимаю какие-либо упреки в отношении Минэкономики или правительства в целом. Действия руководства КВВ свидетельствуют или о непрофессионализме, или о попытке выжать из правительства большую поддержку, чем кто-либо может им дать. Между тем, известно, что помимо украинцев на покупку завода претендовали еще несколько предпринимателей. Однако, по словам премьер-министра, с учетом мнения органов безопасности и МИДа, приоритет решено было отдать украинской компании. В латвийском бизнес-сообществе такое решение вызвало немало вопросов. Об этом инвесторе известно давным-давно на Украине. И в печати, и компания, которая больше миллиарда не заплатила налогов. И это все в открытую. Я очень часто бываю на Украине, у меня там представительство. И когда узнали, что эта компания берет завод «Металлург», они вообще в шоке были. В Минэкономике уже пригрозили. Если владельцы завода не будут выполнять обязательства, инвестора могут сменить. Между тем, у Кабмина помимо этой появилась еще одна головная боль. О массовых увольнениях рабочих объявили рыбоперерабатывающие предприятия. После введения Россельхознадзором запрета на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии, многие рыбопромышленники оказались на грани разорения. На этом заводе уже законсервировали несколько цехов. У нас работает, где-то работало, вернее, где-то порядка больше 350 человек, потому что у нас еще сезонность бывает работы, когда рыбу принимаем, мы дополнительно людей набираем. Сейчас мы оставили порядка, наверное, 60 человек. Но нам нужно работать, нам нужен российский рынок, мы без него, в принципе, наверное, пропадем. Совокупные убытки рыбоперерабатывающих предприятий могут составить около 200 миллионов евро. В Министерстве сельского хозяйства Латвии главной задачей на ближайшее время назвали устранение проблем, которые привели к запрету на импорт латвийской рыбной продукции в Россию. Юлия Ольховская, Иван Романов, Первый канал, Латвия.